18 марта председатель Даугопилской городской думы Игорь Прилатов встретился с членом правления АО «Даугопилский локомотиворемонтный завод» Натальей Петровой, чтобы обсудить деятельность предприятия в условиях ограничений, связанных с распространением COVID-19, а также планы дальнейшего развития. В это непростое время заводу не только удалось сохранить рабочие места, но и расширить свою деятельность. Дальнейшим планам развития препятствует отказ финансового института «Алтум» предоставить экспортные гарантии, поэтому сам правления, сознавая значимость предприятия для города и региона, решил оказать поддержку и обратиться к «Алтум» и его акционерам с просьбой повторно оценить заявку ЛРЗ. Во время встречи член правления ЛРЗ Наталья Петрова отметила, что в настоящее время крупнейшее экспортирующее производственное предприятие в Балтийском регионе, которое предоставляет услуги по ремонту железнодорожного подвижного состава и экспортирует свои услуги в десяток стран, постоянно ведет переговоры и работает над расширением круга партнеров. В настоящее время определено несколько потенциальных клиентов, в сотрудничестве с которыми предприятие могло бы реализовать многомиллионные проекты, осваивая новые рынки и предоставляя новые услуги. Однако для проектов развития необходимы кредиты, получить которые без экспортных гарантий крайне сложно. Предприятие обратилось в финансовый институт «Алтум» для предоставления таких гарантий, но, к сожалению, был получен отказ без четкого обоснования решения. В надежде на положительный результат была подана вторая заявка. При наступлении позитивного решения мы сможем заключить еще один контракт на реализацию проекта с нашим поставщиком. Да, 2 миллиона – это не та сумма, которая нас сегодня, ну, скажем, честно говоря, устраивает, но, тем не менее, в обороте это будет плюс 4 миллиона. Есть желание, мысли и обращение, ну, скажем, в государство обратиться, увеличить этот размер этого финансового инструмента для больших предприятий, там, ну, в десятки раз, и это даст уже тогда значительный скачок и импульс для развития таких предприятий, как мы. То есть это будет уже, там, 20-30 миллионов в год. Сегодня они в проекте, то есть у нас есть понимание даже рынка и даже клиента, в котором мы могли бы или очень хотели бы использовать этот инструмент. В ходе встречи с руководством Думы обсуждалось несколько вариантов развития ситуации. Реализация самого амбициозного и запланированных на данный момент проектов может увеличить количество рабочих мест более чем на 40%. Поэтому сомправление, защищая предприятие, которое исторически было одной из самых стабильных экономических опор Латгальского региона и города, и в котором на данный момент работают почти 600 сотрудников, обратиться к Алтом и его акционерам с просьбой пересмотреть принятое решение, таким образом оказывая поддержку значимым для развития Латгальского региона предприятия. «Крупные предприятия нашего города обязаны получать поддержку от самоуправления. Это наш моральный долг, чтобы мы могли бы хоть как-то поддержать в эту трудную минуту, когда вокруг царит хаос, когда экономическая ситуация в целом оставляет желать лучшего, то это самая малость, чем самоуправление может помочь сохранить стабильность рабочих мест на предприятии и также дать надежду руководителям данного предприятия, что они будут услышаны как со стороны самоуправления, так и со стороны государства». Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгоповской городской думы.